Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Настало то самое время года, время подводить итоги музыкальные, да, 2023 год уже пронёсся, списочки готовились и продолжают ещё некоторые готовиться, но я считаю, что пора начать с первым из них. Традиционно у меня списка всегда три. Топ-10 лучших песен года, топ-10 худших альбомов года, и топ-10 лучших альбомов года. И всегда я начинаю с песен. Как обычно напоминают топ-композиции, которые я считаю как музыкальный обозреватель, блогер и критик лучшими в этом году, то есть это не какие-то мои персональные, личные фавориты того, что я, например, слушал целый год. Это такой более обособленный список, как и всегда. Очень, знаете, волнительно всегда, очень долго у меня уходит времени на то, чтобы это составить. Естественно, очень много музыки надо для этого послушать. Но я своими списками доволен и готов представить вам свой. Надеюсь, вам понравится. Вы почерпнёте, может, что-то новое для себя, может, подтвердите какие-то свои догадки, или увидите своих фаворитов, что тоже будет замечательно. Давайте без лишних предисловий начинать. Всё будет происходить как обычно. Я вам расскажу, кто занимает какое место, немножко расскажу о песне. И так, в таком темпе, будем двигаться от десятого места к первому. Ну что, начинаем. Место номер десять. Его занимает Билли Айлиш. Да-да, Барби в этом году проникла и в мои спины. Такое чувство, что от этой пандемии было вообще никуда не деться. Это уже третий год подряд, когда Билли Айлиш со своей песней попадает в мои списки лучших композиций года. А значит, ну вот что-то в её творчестве работает и откликается, что не только я, но и многие другие люди продолжают возвращаться к её музыке, к её подаче. И в целом, я бы сказал так, что в каком-то плане её исполнение такое чувственное, проникновенное, немножко глубокое, но знаете, не сильно глубокое, чтобы не оттолкнуть людей, у которых тяжело с мыслительным процессом. Балладу, которая задаёт тебе некоторые простые, но довольно задевающие душу вопросы. И команда, собственно, которая делала композицию, это Брат Билли Айлиш, Финиас, Марк Ронсон и Эндрю Уотт, которые, собственно, делали весь сонтрек Барби, постарались на славу, потому что, несмотря на то, что вся кинематография этой песни, которая отлично подошла в фильме, также работает и как самостоятельная композиция. Мне бы хотелось какого-то более сложного текста, и, наверное, в таком случае песня могла бы быть ещё на более высоких позициях, но даже так всё звучит и выглядит логично, правильно, и вот в каком-то плане, знаете, идеально, как в мире Барби. И в этом, мне кажется, есть некий феномен Билли Айлиш, потому что, если бы эту песню исполнил кто-либо другой, мне кажется, такого эффекта и уж тем более популярности точно не было, потому что песня смогла переиграть даже главную ставку Ворнера, который выпускали фильмы-музыку, это пластиковую, абсолютно безжизненную песню, а.к. подобие на большой поп-хит, Dance the Night от Дуалипы. Но, наверное, именно поэтому данная песня и стала неким отражением феномена фильма Барби, добавив к чему-то грусти и нотку души, и даже самая сфабрикованная сатира будет хитом. Место номер девять. Битлз. 60 лет прошло, а музыка Битлз все еще появляется в актуальных и свежих топах критиков. Эта композиция как будто берет на себя некую ответственность и желание показать молодому поколению, как звучала музыка, хорошая музыка, естественно, в 60-х, ну и, естественно, вызвать нотку ностальгии у тех, кто это все еще помнит, кто рос в это время и для кого это будет просто невероятным путешествием в юности, в молодости или в детство. Но вообще, Now and Then, я считаю, это, безусловно, очень трогательный трибют самой известной музыкальной группе в истории музыки, которая нам подарила безумно много невероятного материала, целые новые жанры и какие-то революции. И эта песня не пытается быть, знаете, каким-то отражением прошлого или попыткой сделать что-то вне своего творчества или чем-то, чем вообще группа никогда не являлась. Это все звучит очень в лучших таких традициях коллектива, которая, наверное, в каком-то плане очень деликатно и с уважением закрывает дверь, которая до этого, все, знаете, никак не захлопывалась, потому что данная композиция была объявлена как самая последняя от группы Beatles, потому что, естественно, все живые участники уже тоже в довольно пожилом возрасте, и то, что они смогли на своих условиях и по своим каким-то правилам поставить эту точку, мне кажется, очень трогательно и очень здорово, потому что музыкально это тоже прозвучало отлично. Несмотря на то, что вокал Джона Леннона взял из демки, то в целом доработка и то, как постарались Пол, Ринг и Джордж, гитарный соло которого из 90-х тоже поставили сюда, это все как будто смешалось в одну такую магическую кучку, и получился действительно солидный, очень приятный трек, который с удовольствием я, как человек, который, естественно, в своей жизни не застал Beatles, послушал и оценил. И даже несмотря на то, что эта песня не станет классикой Битлоуф или каким-то трендом в ТикТоке, она нам показывает то, как правильно, деликатно и с каким-то, что ли, уважением можно использовать искусственный интеллект для того, чтобы создавать новую музыку и как-то, знаете, оживлять некоторых артистов и помогать в том, чтобы как-то очеловечить их старые домозаписи, потому что давайте смотреть правде в глаза. Очень скоро очень многие настоящие легенды и культовые личности нас покинут, и мы, кажется, сможем отдать очень многое за то, чтобы хоть как-то услышать их голос еще раз. Место номер восемь. Майли Сайрус. Хотелось бы мне, как Майли Сайрус, в момент своего коммерческого пика и невероятного успеха просто послать всех в одно место и отправиться в длительный отпуск для самого себя и своего удовольствия? Хотелось бы. Хватило бы у меня на это сил? Я не думаю. А у Майли Сайрус хватило. Мне понадобилось некоторое время, чтобы для меня раскрылась эта песня, но когда она раскрылась, было очень трудно ее выключить, потому что в целом вот этот весь тропический вайп, он создает настолько пленящую атмосферу, что у песни случаются просто дичайшие replay value, то есть количество переслушиваний, которые ты можешь позволить для какой-то песни, пока она тебе не надоест. И у этой песни я не знаю, где граница вообще этого replay value, потому что она настолько приятная в прослушивании, настолько она вот идеальна в своей простоте, какой-то такой небрежности и подаче самой Майли Сайрус, которая в целом стала неким воплощением этой песни в этом году, что действительно кажется, что это идеальная песня, которая характеризует в целом альбом Endless Summer Vacation и всю эту эру. И что также здорово, что композиция отлично слушается и вне альбома, его рамок, поэтому даже она в этом году где-то локально несколько раз успела завируситься в ТикТоке, и хотелось бы, чтобы, конечно, ее и синглом сделали, но, к сожалению, так не случилось, но, по крайней мере, я могу ее выделить для вас в своем топе. Место номер 7 Джесси Уэйер А диск это все еще маги вот. Знали бы вы, сколько раз я отжигал у себя дома под эту песню, это просто надо было видеть, потому что я считаю, что Begin Again как композиция оказалась неким мостиком между What's Your Pleasure и That Feels Good Джесси Уэйер, и в целом она очень много чего вобрала с прошлого альбома, но при этом это не в каком-то негативном моменте, что там не развивается песня или артистка, нет. Она вобрала все, вот знаете, самые яркие, самые танцевальные, самые сочные моменты этого альбома и привела нас к новой эре, где просто мы получаем эпичный продакшн, безукорительное исполнение, и вот это ощущение полета и пластинки What's Your Pleasure просто вот неумолимо тебя прет в новую эру, и за счет этого все кажется настолько правильным, невероятным, танцевабельным, что такую песню хочется переслушивать просто вновь и вновь, и безумно ее ценить, что я, собственно, и делаю в своем топе. Вот честно, иногда хочется, чтобы эта песня просто не заканчивалась, вот прям не хватает сил ее выключить. Кстати, о нехватке сил. Место номер шесть. Boy Genius. По логике, что вообще хорошего может случиться, когда три талантливые инди-артистки объединяются в группу? Ну, по логике, борьба за внимание, перетягивание импровизированного музыкального одеяла. Ну, нет. То, как развивается инди-музыка последние несколько лет, просто услада для моих ушей и души, и Boy Genius — это такое вот новое проявление для меня в этом году, и их композиция, и сингл Not Strong Enough — один из таких сильнейших представителей инди-музыки для меня в этом году, потому что композиция просто невероятная. Тут как будто сочетаются все нужные части. Вполне хороший осознанный текст, заедающая мелодия, потрясающей гармонии сочетания артисток, и что мне очень нравится, что песню поделили в целом довольно равно между участницами, и все звучат в этой песне, всех слышно, у каждого есть свой какой-то момент, никто не пытается, знаете, перетянуть на себя одеяло, и за счет этого их сочетание кажется настолько логичным, правильным и, ну, необходимым, что с их мелодиями, с их подачей, тем, как они красиво обставили эту песню, ее исполнение, я считаю, что мимо нее пройти просто невозможно. И также для меня это один из примеров торжества инди-музыки, которая достаточно понятна для масс, но все еще остается достаточно интересной, разнообразной, необычной и немножко андеграундной, для того, чтобы быть комплексной, какой-то немножко заковыристой, и для меня такими были вэтлэк в прошлом году, и вот, наверное, в этом году для меня такими стали бойджиниус, и их песня Not Strong Enough. И эта песня так хороша, что я прям устал. Кстати, об этом. Место номер пять. Sufjan Stevens. Поговорим о силе storytelling. Насколько же нужно с душой подходить к своей музыке, чтобы один только вокал и гармонии в композиции просто ангельски передавали весь посыл, который ты закладываешь в свою музыку. И несмотря на очевидно меланхоличный текст и подачу, в песне присутствует какая-то такая неуловимая, потрясающая легкость и свет, что несмотря на то, что ты слушаешь что-то довольно грустное, ты в себе ощущаешь какое-то тепло. И очень мало есть таких артистов, которые настолько глубоко могут просто проникать, как будто под твою кожу своей музыкой, подачей и душой, что вот когда ты слушаешь песню вроде Sufjan Stevens'а, просто не можешь не задуматься о том, вот насколько глубоко чувство человек, что даже после того, как он написал текст, записал песню, выпустил ее, эта песня дошла до тебя, а ты все равно чувствуешь весь заряд его эмоций до сих пор, потому что вот песня хранит, как будто, знаете, вот настолько сильно заряд эмоций, что ее хватает на всех. Вообще, на самом деле, так красиво, что даже не так уж и грустно. Ну, или наоборот, как-то так. Место номер четыре. Митски. А оказывается, песня на две минуты тоже может быть песней года. Кто бы мог подумать. Написать настолько проникновенную, но при этом запоминающуюся по своей сути песню, которая тоже у нас относится к категории меланхолии, которые поднимаются темы переживаний, личностных любви и даже смерти, но при этом сделать ее настолько доступной для слушателя, это, конечно, талант-талантище. И вот, кстати, для тех, кто, смотря премии Грэмми, задается вопросом, что, например, такое жанр Американо, то вот в целом вот это, это, наверное, самая близкая из такой общной музыки, которую знают все, к этому жанру. В этой композиции как будто заложен какой-то непередаваемый, знаете, такой ночной вайп откровенных посиделок. Вот когда ты сидишь с любимым человеком на часах три часа ночи, у вас там по бокалу вина или кофе налита, и вы разговариваете о чем-то самым просто сокровенным и делитесь тем, что днем просто невозможно произнести вслух, вот у этой песни какая-то такая эмоция, и мне кажется, за счет этого она срезонировала с огромным количеством людей и стала, ну, по сути, главным хитом Митски, что, конечно, абсолютно заслуженно, и я безумно рад, что так случилось. Ну, а мы переходим к топу три. Третье место. Foo Fighters. Как же много эмоций можно передать музыкой, того, что сложно или вообще невозможно выразить обычными словами или просто даже показать на лице. Вот эта ода Тейлору Хокинсу получилась такой, наверное, как и новость о его кончине, неожиданные полярные эмоции, разрывающий душу, и, вы знаете, как будто затягивающий рану в конце, оставляя за собой, ну, только ноющий шрам. Вот эта подача, которая получилась, переход от очень спокойного начала к просто разрывающему душу финалу, мне кажется, действительно идеальным показателем как жизни, так и смерти Тейлора Хокинса, и непередаваемый по своим эмоциям трибют от его товарищей по Foo Fighters. Ну, а вы не забывайте, что музыка всегда была, есть, будет самым универсальным средством общения, и настолько глубоко выразить свои эмоции, как музыкой, мне кажется, просто нечем. Место номер два. Дуалипа. Если поп-музыка, то вот такая, вот так, поняли, вот такая, прям вот такая. Ну что, буйство, вечер в дискотеке подошло к концу, самые слабые расходятся по домам, а в дело вступают более глубокие терпкие звучания, потому что именно такой стала песня о худении от Дуалипы, ее еще на данный момент не названной новой эре. Меня, правда, завораживает эта композиция, потому что в целом в поп-музыке довольно много ограничений, тяжело сделать что-то супер-новое или супер-интересное, или как-то рисковать, когда ты большая поп-звезда, но за что я ценю Дуалипу, это за то, что, несмотря на то, что она является вот некой традиционной поп-звездой, то есть очень уродиной, очень доступной всем, очень с легкой музыкой, она настолько глубоко и продуманно подходит к своему творчеству, потому что, ну, пригнать делать новый проект Кевина Паркера, если что, это Теймин Палла, кто не знал, это нужно, скажем так, иметь яйца и какую-то четкую видимость своего проекта и понимание того, что ты сможешь это вывести, потому что, ну, не каждый такое может. И за счет этого у нее получается с одной стороны коммерческий, но с другой стороны куда более интересный материал. А такого очень многие ее коллеги предложить не могут. А тут у нас идеальная смесь вот этой инди-альтернативы, немножко психоделики от Кевина Паркера, и все это перемешалось с такой железной хваткой, чуйкой на хиты от Дуалипы, и за счет этого у нас просто стильная, дерзкая композиция с потрясающим инструменталом, игривым настроением, подачей, которая не стала вот этой сладенькой поп-жвачкой, а настоящей, интересной, с большими нюансами и комплексным подходом к композиции. Ее даже как будто мало, потому что, как только ты слышишь в конце-то крышесносное электрогитарное соло в финале, тебе хочется послушать песню еще раз, еще раз, еще раз, и чем больше ты ее слушаешь, тем больше раскрывается вот эта ее магия некая. Поэтому тут просто вне всяких вопросов Брао Дуалипе, Кевину Паркеру, Warner Music и всем, кто делал эту песню. Заговор на то, чтобы Тейм Эмпала стал продюсером для попсы. Заговор на то, чтобы Тейм Эмпала стал продюсером для попсы. Заговор на то, чтобы Тейм Эмпала стал продюсером для попсы. Место номер один. Лана Дель Рей. Тейм Эмпала Вот неужели так много чего-то требуется, чтобы получить песню года от меня? Ну, всего-то всю душу в песню вылить. Это композиция, с которой Лана Дель Рей отправила всех в путешествие к туннелю под Оушен Бульваром. И я считаю, что идеальнее выбора быть просто не могло. Потому что, с одной стороны, это как будто бы типичная, тягучая, мелодичная баллада от Лана Дель Рей, но, с другой стороны, нас в нем встречает Госпел Хор. Нас тут встречают более взрослые, более какие-то философские даже темы. И то, насколько с этой песней, я считаю, Лана Дель Рей раскрывает себя в данный момент, того, кем она является как человек, как она выросла, кто она как артист. Все вот эти сочетания рисуют в моей голове просто невероятную картину. Это Лана Дель Рей, которая больше не хочет играть роль какого-то персонажа, выдавать себя за кого-то другого и рисовать нам американские картинки из 70-х. Это человек, который готов раскрыть нам свою душу, свою личность, поговорить о своей семье, собственно, название The Grants, фамилия Лана Дель Рей, если вдруг кто не знал, рассказать о своих каких-то страхах, волнениях, переживаниях и соотнести это все с реальной жизнью. И мне кажется, эта песня стала очень важной отметкой даже для самой Ланы Дель Рей, потому что еще во время выхода альбома Blue Bannisters я в своем ревью рассказывал о том, что Лана выходит на плоскость реального человека, личности, живого человека. И конкретно песня The Grants она как будто подводит эту важную черту, где сплетается Лана-человек и Лана-автор, композитор и вот создатель, креатор. Потому что то, как сработало оформление этой песни, подход к ней, запись, вот эти вот вариации с хором, оно все как будто бы выводит нужную тематику Лана Дель Рей в абсолют. И за счет этого, мне кажется, у песни получилась какая-то своя магия. И она как будто лучше всего показывает нам всю суть Лана Дель Рей как человека и артиста в данный момент. И, естественно, раскрывает и презентует ее альбом Did you know The The Reset Tunnel Under Ocean Boulevard. Я считаю, что это просто великолепная идеальная композиция и так как Лан Дель Рей у нас переживает некий ренессанс своей карьеры, скажем так, то есть полное восхищение от критиков, от слушателей, которые она уже давным-давно заслужила, то, наверное, вот она и вот эта песня Гранс для меня в этом году стали неким идеалом и песней года. И это, мне кажется, просто идеальные причины и подводка к тому, чтобы назвать эту песню лучшей в этом году. Поздравляю от всей души и, естественно, благодарю Лан Дель Рей. Ну что, вот это вообще-то мой топ-10 песен этого года, который уже подошел к концу. Что думаете? Конечно, как и каждый год хочется рассказать о том, что этот год был удивительно насыщенным на крутую музыку, но в целом мой топ-то, мне кажется, и так отражает. И очень много вышло хороших песен, естественно, очень многие не поместились в этот топ. И огромное спасибо всем артистам, которые выпустили интересную, хорошую, разнообразную, чувственную, веселую музыку, которая сопровождала нас весь этот год, помогала справиться с тяжелыми моментами, сопровождала в какие-то веселые моменты или просто как-то, знаете, помогала скоротать время. Потому что, к сожалению, все то, что творится за окном и в мире продолжают удручать и ничего хорошего как будто не предвидится. Но с нами всегда есть музыка и даже если какие-то 3-4 минуты вы можете погрузиться в другой мир, чем-то насладиться или просто отдохнуть, то я считаю, что музыка свою задачу на этот год выполнила. Обязательно пишите в комментарии ваши любимые песни этого года, сколько бы у вас их не было. 1, 5, 10, 100. Я с удовольствием все почитаю и послушаю те, которые, возможно, не слушал, хотя вряд ли, конечно, в этом году такое могло случиться, потому что то количество материала, которое я для своих списков и топов прослушал, просто я уже сам не помню порой, что я слушал. Но, конечно, ваши реакции, ваши комментарии, лайки, это все помогает продвинуться ролику, это тоже очень важно, потому что я сейчас в таком, знаете, режиме мультизадачности, мой Телеграм-канал, мой Ютуб-канал, и, кстати, я забыл рассказать, что я вообще-то теперь есть еще и на стриминге, у меня выходят подкасты на Спотифай, на Эппл-мьюзике, тоже ссылки будут внизу, вы можете послушать, там будут какие-то темы, которые я не раскрываю на Ютуб-канале, раньше у меня был такой формат голосовых в Телеграме, просто теперь я, знаете, как прям взрослые выпускают в виде подкастов на стриминг, так что, если хотите, можете послушать, там будет немножко больше меня и, возможно, почаще. Ну что, это был мой топ 10 лучших песен 2023 года, мне лично было очень волнительно, я всегда очень ответственный, как-то, знаете, с такой душой, глубиной подхожу к этим спискам, что они для меня прям, знаете, такие, как вот просто от сердца оторвать, поэтому надеюсь, что кто-то из него почерпнул или что-то новое, или что-то интересное, или просто что-то приятное, естественно, в виде своих фаворитов в топах других людей, особенно, там, критиков или обозревателей, это всегда очень приятно, сам знаю эту эмоцию и чувства. Но у меня на сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся в следующем выпуске, где будет топ худших альбомов года. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok